Всем привет! Тетюр дает прогноз на матч 27 тура серии А Болония-Самбдория. Встречаются 12 и 10 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют, да и 8 раз на тотал больше. Болония выиграла последние 4 очные матча. Последние 5 очных матчей были результативными. В последних 3 очных матчах забивали обе команды. Болония выиграла 5 последних очных домашних матчей, в каждом из которых забивала в ворота Сампы не менее 2 мячей. Статистика команд. Болония забивала в последних 9 домашних матчах. Болония проиграла 2 последних матча. Самбдория без побед в последних 4 матчах. Самбдория последние 4 выезда отыграла на тотал меньше. В минувшем туре Болония проиграла на поле 1-3. Команды провели примерно равный поединок, но хозяевам повезло чуть больше. Два удара НС не оказались очень точными, а Асимхен реализовал выход 1 на 1. Наполе, как это уже бывало не раз, сам привез себе два гола, но один судья не засчитал, посчитав нарушение со стороны Болонии. Сампа сыграла 2-2 с Кальяри. Это был самый драматичный матч 26-го тура. Кальяри забил в дебюте матча и до самого конца вел 1-0, но два суперудара Берешинского и Габьядини в течение двух минут развернули все на 180 градусов. Однако в последние атаки на 90 плюс шестой минуте матча удар Нейнгаллана метров с 30 непостижимым образом прошил частокол ног своих и чужих игроков и залетел точно в угол ворот Сампы. Очный матч первого круга выиграла Болония 2-1. В 2020 году Болония выиграла оба выездных матча в Генуе у Сампдории. До этого никогда в очных матчах этих команд не побеждали гости. В последние пять очных матчей на своем поле Болония выиграла у Сампы. Перед этим было 4 результативные ничьи на поле Болонии. Сейчас обе команды находятся в примерно равных игровых кондициях. У Сампдории идет длинная низовая выездная серия. В очных матчах эти команды в последнее время чаще играют результативно, особенно на поле Болонии, которое неизменно забивает Сампдории 2 гола или более. У Сампы нарисовалась длинная низовая выездная серия, поэтому здесь в норме должно быть что-то наподобие 2-1. Болония дома играет достаточно результативно, много забивает и много пропускает. Сампа в этом сезоне также очень любит играть на обе забьют да. Какие ставки можно предложить на эту игру? В качестве папанской ставки можно взять вариант тотал больше единицы за 1-0-5. Команды никогда между собой не играли на 0-0. Такого счета не было в этом сезоне в матчах с участием Сампдории. Болония только один раз играла 0-0, но на выезде. В качестве реальной ставки с высоким коэффициентом можно предложить ничейный вариант за 3-36. Болония выиграла 5 последних домашних матчей у Сампдории, это самая длинная победная серия в очных матчах этих команд. Сампдория никогда не побеждала Болонию на ее поле. Но в ничью команды на поле Болонии играли достаточно часто, 4 раза в 10 матчах. В качестве оптимальной ставки можно предложить вариант результативного матча тотал больше 2,5 за 1-87. У Сампы идет очень длинная низовая выездная серия, что не характерно для команды Раньери в этом сезоне. Болония в последних двух выездах забила всего 1 гол, хотя могла раза в 3-4 больше. Да, в очных матчах команды также выдали длинную результативную серию, но она имеет больше шансов быть продолженной, чем прерванной. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Детюра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...